Прошлый выпуск моего видеоблога прокомментировал на ютубе один единственный человек. И это Данила Поперечный. Никто из трушных стендаперов не прокомментировал мой предыдущий видос. А Данила Поперечный прокомментировал. Ну и кому не насрать теперь на стендап? А? Я редко выпускаю видосы, потому что жду видосы Копаницы, пишет нам Данила Поперечный. И я сейчас подумал, что же я за мразь, что же я за тварь, что из-за меня миллионная аудитория Поперечного месяцами ждет видосов. Я буду выпускать видео очень часто, будет несколько видео в неделю теперь, обязательно. Это публичное обещание. Я не могу заставлять целый миллион людей ждать видоса. Это бесчеловечно. И я как активный участник Ютуб-сообщества хотел бы присоединиться к этому обсуждению о том, что Ютуб перестал корректно отображать количество просмотров под видеозаписями. Потому что под каждым выпуском моего видеоблога должно быть как минимум около 7 миллиардов просмотров. Потому что объективно нет ни одного человека в мире, которому была бы неинтересна тема уральского стендапа. Кроме, блять, стендаперов. Этим-то да. Этим-то, конечно. Это видеоблог уральского стендапа. С налетом злости на весь стендап. Поехали. Стендап Сетап Сетап Сетапов Словно ты читаешь чистого листа Ты думаешь, что бог Бернам Бернул Я буквально на днях вернулся из Ижевска. Там мы выступали со стендапом. Был Вадик Малюк, Ваня Емельянов, был я и был Саша Долгопола. И Вадик мне оставил маленький презент. Это бейджик стендап-фестиваля. Приветики, Артур Шамгунов. Спасибо тебе за фест. На котором меня не было. Обязательно хотел показать обращение Вадима Малюка к Феликсу Никитину. А может я хочу передать привет Феликсу Никитину? Если ты сейчас в России, я тебе не баллы поберезу. Это главный внутряк Казанского фестиваля. Это история, которую мне рассказало три разных человека с одинаковой эмоцией, почти дословно одинаково. У меня даже есть ощущение, что этой истории не было, а они всем казанским фестивалем сели и написались, чтобы потом распространять эту историю. Все выучили и все рассказывают. И если вам интересно, откуда взялась эта фраза и почему она связана с Феликсом, то на следующем видеоблоге я вставлю кадры, как эту историю рассказывает какой-нибудь из участников Казанского фестиваля, кто видел это вживую. Например, Вадик Малюк или Дэн Романцов. Когда люди узнали, что я повыступал с Сашей Долгополовым, мне примерно пять человек задало вопрос. А Саша Долгополов, вы правда, фрик? Вы чё, блядь? Вы чё, блядь, ёбнутые? Вы ёбнутые? Вот так ответил Саша. Блядь, он нормальный чувак. Я вообще не понимаю, откуда это взялось. Чё это за дичь? Он обычный чувак, обычный. Ездит выступать с женой, я тоже езжу выступать с женой. У нас вообще очень много общего. Сами вы фрики, блядь. Небольшие кусочки выступлений в этом видеоблоге я обязательно покажу, потому что у меня такой формат. Типа, обязательно немножко показываю что-то со сцены. Просто мне в одной коррере приходилось нанимать людей. Я прям очень много посмотрел резюме, и меня стал прям дико высаживать один пункт. Там люди пишут, что они знают английский со словарём. И я думаю, давайте подумаем, кто еще знает английский со словарём. Может быть, все? Может быть, так работает словарь? Типа, ты берёшь словарь и знаешь слова, нет? Один чувак родом поднял вообще планочку моих ожиданий, кто про броню английского. Он написал, знаю английский со словарём, но при наличии Гугла, пока подробно. Я думал, ни хрена себе загорелочка. Я даже не знал, что существует такая градация миспоязыка, типа basic, это, випет, адванс, это, габарит. Всех разогрел. Всех разогрел. Всегда разогреваю. Я буду лучшим разогревающим комиком России примерно через 8 лет. Лучше меня, разогревающего комика, вы не сыщите. Все друзья, которые выступают сейчас со мной, уже сопиются, сторчатся и после своей телевизионной славы будут никем, а я буду лучшим разогревающим комиком все еще. Такие мои амбиции. Таков мой план. Поэтому я пытаюсь, чтобы мой сын был крутым, знаете. Мы недавно с ним учились степить. Кто знает, что это такое, поклопайте, пожалуйста, что это. Это вот так. Я учил тоже. Я объяснял ему, что так нужно делать, когда ты совершил что-то хорошее. Поел, почистил зубы, лег пораньше, чтобы мама с папой остались. Это, знаете, все эти хорошие дела. Но, знаете, в три года моторика рук развита очень плохо, и поэтому у него все время получалось зига. И поэтому произошел один случай, он как-то во дворе очень классно скатился с горки, знаете, когда ты скатываешься, когда ты скатываешься, и прямо встаешь на ноги. И он выбежал в центр площадки, кричал, папа, смотри, как мы учили зиганому. И нужно было как-то выкручивать, когда на меня смотрели обезумевшие мамочки, я не нашел ничего лучше, как сказать, молодец, сынок, нас ведь не приедет. Ты у меня самый чистокровный во дворе. Пойдем, пойдем, купим тебе белый шоколад. Не вы, не вот нам, которые говорят в конце сегаровой группы. Алёна, прости, Валина, человек, которого назвали в честь шоколадки. Сегодня... Так... Хорошо. Вы, Алёна, вот здесь молодой человек, или муж? Нет, да. Да, конечно же, у нее по бокам девушки сидят. Кто вообще ходит на стендап? Один, если у него есть пара. Ладно, тупой, тупой выводите. Можно ходить. Вы... У вас был когда-нибудь молодой человек? Или, может быть, вы из Дьянка? Или... А что вас смеется? 21 век на дворе. Ребят, тут ползала роботов. Что-то смешного. Было? Да, было. Вы знакомы с домашним насилием? Нет, вы знакомы? Она берет. Вижу по глазам. Да. Сидит в солнцезащитной качпаке. Я почему просто об этом заговорил? Ну, не про Алену, а про домашнее насилие, потому что этой шуткой я обычно заканчиваю выступление. Ну, в смысле, что мы с Аленой ездим по городам, мы с Альцарем, я говорю, «Эй, Алена, что у вас типа в честь шоколадки?» И в этом делаю такую паузу, которую как будто бы сам не ожидал, что скажу какую-то бушетку. Просто отец моей жены недавно избил ее, и... Так, это она потерял сознание. Моя жена в зале, она такой, привет, только что-то рассказывает. Как стой. И все, мы же договаривались. Это об этом только в полиции. Продолжение следует...